Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику-работодателем по форме СТДР. Сотрудникам, которые выбрали способ введения трудовой книжки в электронном виде, работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности за период работы у него по форме СТДР. Форма СТДР предоставляется работодателем по заявлению сотрудников или при его увольнении и содержит сведения о периоде работы у этого работодателя. Сроки выдачи формы СТДР в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления и при увольнении в день прекращения трудового договора. Форма может быть представлена сотруднику на бумажном носителе или в виде электронного документа. Формат представления выбирается сотрудником в заявлении, подписанного усиленно квалифицированной электронной подписью при наличии ее у работодателя. Если форма представлена сотрудником на бумажном носителе, она заверяется подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации. Работодатель, который не является юридическим лицом, заверяет документ личной подписью. Форма СТДР формируется на основании приказов, распоряжений, иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений между работодателем, страхователем и сотрудником и содержит сведения о трудовой деятельности сотрудника, его приеме на работу, переводок на другую постоянную работу и об увольнении. Форма заполняется отдельно на каждого сотрудника, в ней указываются следующие события. Прием на работу, перевод на другую работу, увольнение с работы, поданы заявления сотрудникам о порядке ведения трудовой книжки на бумажном носителе или в электронном виде, изменение названия страхователя, установление работнику второй и последующих профессий, специальности или иной квалификации, лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Кроме того, в форме отображаются сведения, которые были отменены или исправлены. Если сотрудник обратился за сведениями о своей трудовой деятельности в ПФР, фонд предоставит ему их по форме СТД ПФР. Составление трудовой деятельности, предоставленное работнику-работодателям, мы с вами рассмотрим в программном продукте «Зарплата и управление персоналом» 8 редакция 3. Формирование сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работнику-работодателям по форме СТДР, производится с помощью документа «Сведения о трудовой деятельности работника СТДР». Документ заполняется отдельно на каждого сотрудника. Опять же, в разделе «Отчетности справки» «Электронные трудовые книжки» по кнопочке «Создать» здесь есть сведения о трудовой деятельности работника СТДР. необходимо выбрать дату сотрудника. Помните, я говорила, что на каждого сотрудника заполняется отдельная форма. Дата заявления предложений, дата заявления предоставления. Выбираем дату заполнения обязательно. Соответственно, обращаю внимание, что по умолчанию форма заполняется только переданными в ПФР мероприятиями в документе переданные сведения «Сведения о трудовой деятельности ССЗВТД». Должен быть установлен флажок «Пачка принята в ПФР и не редактируется». По просьбам пользователей, которые считают, что в форму СТДР должны включаться все мероприятия до 2020 года из бумажной трудовой книжки по соответствующему работодателю, даже те, которые не передавались в ПФР, реализована уже такая возможность. Для этого в настройках кадрового учета необходимо установить флажок «Заполнять СТДР всеми мероприятиями до 2020 года». При установленном флажке в форму попадут все зарегистрированные документы регистрации трудовой деятельности либо непосредственно с самыми кадровыми документами. Флажок «Отразить в трудовой книжке» должен быть установлен. Для удобства те мероприятия, что не были отражены в принятой в ПФР форме ССЗВТД, будут выделяться у вас серым цветом. В табличной части мы с вами увидим, есть ли какие-то изменения, приемы, переводы, увольнения были по данному сотруднику. Если у нас табличная часть не заполнена, как по данному сотруднику, значит их и не было. И у нас как раз в кадровом учете не установлено, чтобы вводить все записи из бумажной трудовой книжки. Соответственно, после формирования сведений необходимо провести документ. И, соответственно, по кнопочке СТДР выведется печатная форма. Но, опять же, у нас с вами возникли ошибки, которые необходимо исправить. У организации не заполнен регистрационный номер ПФР, у организации не заполнен код налогового органа, неверно указанный НН, не введено ни одной списка строки мероприятия. Соответственно, поправив все эти данные, у нас выведется с вами печатная форма. Давайте сейчас поправим. Соответственно, если есть еще, мы хотим указывать, которые были до 2020 года, по гиперссылке регистрация трудовой деятельности. Ну, допустим, вот у нас Громова данные до 2020 года. Мы можем добавить по сотруднику, опять же, выбрать сотрудника или заполнить данные на начало по выбранному сотруднику. Соответственно, заполнить у нас заполняется. Вот, опять же, проводим и закрываем. Видите, здесь как раз у нас все приемы. Опять же, будет. На этом все. Поэтому пользуйтесь данным отчетом по сведениям о трудовой деятельности по форме СТДР. Если возникнут вопросы, оставляйте комментарии под этим видео. Хорошего дня! Хорошего дня Отечественное количество Позв слова Все там Да, главное Нет, Via Когда silk До едой Продолжение следует...